Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Практически каждый день мы сталкиваемся с правовыми вопросами, которые необходимо правильно разрешить. И только в нашей рубрике «Ваше право» мы просто и понятно подскажем, как правильно поступить в сложной ситуации. И наш первый вопрос. Перевозка опасных грузов. Перевозка опасных грузов представляет собой особый вид транспортных услуг, которому предъявляются повышенные требования по обеспечению безопасности. Процесс доставки опасного груза до места назначения регламентируется множеством нормативных документов. Основополагающим документом является Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. Перевозка опасного груза требует применения специально оборудованного транспорта, обеспечивающего безопасную транспортировку. Это конструкция кузова и выхлопной системы. Система защиты от повреждения в случае опрокидывания. Комплектность вспомогательного инструмента для оперативного устранения неисправностей. Также наличие в составе прицепа или полуприцепа и не более одного. Тару и упаковку, в чем перевозится опасный груз. Состав средств механизации погруза разрузочных работ. В автомобилях обязательно должны присутствовать огнетушители, аптечка, средства индивидуальной защиты и средства нейтрализации перевозимых опасных веществ. Транспортное средство, перевозящее опасный груз, должно оборудоваться опознавательными знаками. И кроме того, водители, непосредственно доставляющие опасный груз, должны иметь соответствующую квалификацию. Проходить специальную подготовку и инструктаж, быть готовыми к правильным действиям в случае возникновения нештатной ситуации. И, конечно же, иметь необходимые сопроводительные документы. Это обязательные условия. А у нас следующий вопрос. Судебные расходы. Кому их все-таки платить? По общему правилу, судебные расходы взыскиваются со стороны не в пользу, которой принят судебный акт. В случае, если требование ИССа удовлетворено полностью, в пользу ИССа-сотвитчика взыскивается уплаченная им государственная пошлина и все понесенные судебные издержки. Возможны различные варианты распределения между сторонами судебных расходов. Они возникают в следующих случаях. Если ИСС удовлетворен частично, в данном случае судебные расходы распределяются пропорционально присужденным требованиям. Если ИСС освобожден от государственной пошлины. Если ИСС с судом полностью удовлетворен, государственная пошлина взыскивается с ответчиком. Если стороны освобождены от уплаты государственной пошлины, то она не уплачивается. Лица, участвующие в деле, заключили соглашение о распределении между ними судебных расходов. В данном случае судебные расходы могут быть распределены между сторонами в любых пропорциях согласно их соглашению. Если стороны заключили мировое соглашение, то расходы распределяются в соответствии с этим же установленным мировым соглашением. И напоследок отмечу, что вопрос о судебных издержках надо обязательно уточнять в суде, чтобы выигравшая сторона могла покрыть свои расходы. На этом у меня все, уважаемые телезрители. Интересующие вас вопросы вы можете отправить на электронную почту нашего телеканала. Право, собака, archiv24.ru И мы обязательно на них ответим. А я напоминаю, вам будьте бдительны, смотрите нашу программу и знайте свои права. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова